Всем привет! Сегодня будет продолжение про муравьёв вида Фидолиенсис. Как я и говорил в предыдущем видео ролике, про них я расскажу здесь и здесь будет больше про муравьёв. Ну, собственно, начнём. Муравьи Фидолиенсис обитают в Южно-Восточной Азии, Китае, Индии, Таиланде и Вьетнаме. Эти муравьи мелкие и на своей родине, несмотря на мелкие размеры, они являются номинатным видом за счёт своей достаточно большой скорости роста и своих размеров в колонии, которые доходят до 10 тысяч муравьёв. Они действительно очень мелкие и даже ярко выраженные солдаты всего лишь 6-7 миллиметров. Рабочие вообще 2-4 миллиметра. Конечно, самый большой муравьи в колонии это матка, но даже в случае этого вида она всего лишь 7-8 миллиметров. Эти муравьи имеют тёмно-коричневый окрас, то практически чёрный. Муравьи эти любят влагу и влажность, то есть у них температура доходит до 28 градусов, но они также могут и выдерживать низкие температуры, до минус 5 градусов, а влажность где-то 60-80 процентов. Гнёзда эти муравьи делают земли под камнями, и они могут уходить в глубину до полуметра. Как правило, у этих муравьёв является только одна матка, главный в колонии, но несмотря на это в колонии могут спокойно жить, другие матки просто не влаготворённые. Матка у этих муравьёв ярко выражена и, как видите, имеют на груди такой горбик. Пустым языком это горбик, с которого раньше росли крылья. Матка спаривалась с сенцом. После она их себе отгрызла и основала эту колонию. Эти муравьи мелкие, поэтому нужна хорошая защита от побегов. Ну и сейчас перейдём к кормлению. Питаются эти муравьи придавленными и мёртвыми насекомыми, сахарным сирёбком или медовым, также сочные фрукты. Конечно, при маленькой колонии давать живых насекомых, по крайней мере больших, не нужно. Но, когда эта колония станет достаточно большой, эти муравьи смогут вполне себе даже живых тараканов. Вот сейчас я им дал куколку жука-мучника. И посмотрите, как они на неё набросились. Они с таким аппетитом не набрасывались даже на туркменского таракана. Вышла матка и попыталась куда-то утащить эту самую куколку. Я так и не понял, зачем, почему и куда. Ведь, действительно, у некоторых муравьёв иногда матки выходят на арену в тех же компонату Спариус. Или, как в данном случае, Фейдуриетис. Матка ещё попыталась минут пять вот так вот сдвинуть эту самую куколку, но потом просто ушла. И уже рабочие с солдатами продолжили её есть. Интересный факт, который я заметил. Ну и в принципе, он этого вида есть. Солдаты не просто, как бы, выполняют одну функцию в муравейнике. Например, его защищают. Они в этом муравейнике могут служить как бочками, так и солдатами по назначению. Дело в том, что, когда солдат молодой и в колонии их мало, они хранят в себе брюшки, питательные вещества, в общем, еду. Но когда солдат становится стареньким, бывалым, ну и, в общем, скором времени умрёт, его уже выпускают на арену, и он может вполне себе сражаться и добывать еду, как, например, рабочий. Вот сейчас они ездили в этом углу, основая кладбище в общем помойку. Ну а на этом всё. Всем пока.